Есть шесть челленджей. Герой либо выполняет их сам, либо передает фанату. Если никто не справился, то пострадает другой фанат. Проверим, на что фанаты готовы ради своего кумира. Салют, куда мне идти? Привет, привет, сюда. Привет, 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 как дела? Здорово. Салют. Привет, рад видеть. Я тоже. Ну, как ты, расскажи, что у тебя нового? Ключи потерял. Только что? Только что. От квартиры? Да. Где они могут быть? Как вообще? Что это делать может без их делать? Мог в подъезде уронить. А может быть, кто-то присмотрись из девочек уже их забрал. И после программы будет ждать тебя, кстати, сразу с козырю. У тебя есть девушка? Спасибо. Смотри, а у нас в шоу есть правило. И это точно я тебе могу сказать. Кстати, ты на шоу, которое называется «Как?» Понятно. Ответит. Понятно. У нас есть абсолютно четкие правила. Смотри, сейчас я все это расскажу, чтобы ты понимал, с чем ты будешь иметь дело. Шесть челленджей. Ты выполняешь их либо сам, либо передаешь фанату. Если либо ты, либо фанат не справился, отвечать будет тоже твой фанат. Вот такие. Кажется, по-любому вы страдаете сегодня. И мне так спокойно. Все понятно? Да. Ты готов? Ну да. Отлично. Давай начнем. Тогда давай начнем с первого челленджа и пойдем на бар. Ну вот, для начала нам нужно выбрать жертву. Жертву выбираем вот из этих прекрасных девушек, твоих фанаток. Кого выберешь? Кого? Ангелина. Ангелина. А ты даже по именам знаешь? Ангелина. Ангелина, выходи скорее. Смотри, тебе сейчас нужно будет пройти вот туда, за ширму. Там тебя ждет человек, утка, селезень. Селезень-каратель. Мы сами его синтезировали здесь, в студии MTV. Вот так, кстати, да, он выглядит. В случае чего, собственно, если Олег облажается в этом челлендже, на тебя посыпется, ну, как бы, наказание. Я готова. Давай, все. Беги туда. А мы под ваши аплодисменты с Олегом приступаем к вопросам. Да, Олег? Давай. Ну, поехали. Итак, вопрос первый. За какую сумму перейдешь в Газгольдер? У тебя есть ответ на этот вопрос, ты мне рассказывал. Давай сейчас я как будто баста, типа, Олег, 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 слушай, ну, давай, ну, что, типа, ну, киевстонеру, а ты, как бы, займешь место. Еще немножко покушаешь, и будет нормально. Это не от меня зависит. На этот вопрос должны отвечать на лейбле. Хорошо, принято, принято, окей. Ну, это не от тебя зависит, но давай так, сумму какую-то обозначим просто. Мы же должны ответить на этот вопрос. То есть, ну, думаю, Black Star будет рад миллиону долларов где-то. Будет рад. Думаю, будет рад. Но не факт. После трека про Москву не факт, что их вот такая сумма обрадует. Олег, Темникова или Серявкина? Выбери, пожалуйста, вот из этих двух фамилий. Серявкина. Серявкина. Все, лаконично, минималистично, я бы сказал. Очень органично. Очень органично. Я просок. Да, я понял. Назови точное количество артистов Black Star. 15, 16, 14 или 12? Арсен. Арсен? Да. Так, давай. Авар, Анвар. Аскер, Арсур. Нет, 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 серьезно, Арсен. Хорошо, хорошо, так. Арсен. И еще Мод. Мод. На зима. На зима? Это уже сколько? Это уже 14. Так. 14. Дай, дай сейчас вспомнить. Ну, кто, кто, кто. Все вроде. Все. Итого. Итого 14. 14. Это правильный ответ? Мы коллективно, коллективно, я создаю напряжение. Это моя работа. Так, моя работа создавать напряжение. Я как ГЭС, понимаешь? В каком году узбекский плов вошел в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 2014, 2016 или 2014. 2012, как ты понимаешь, это вопрос такой, чтобы ты провалился, мы вылили что-то на твоего фаната. Скорее всего, это не 14-й, потому что только в 16-м году в Книгу рекордов Гиннеса внесли самый большой, ну, крупный плов, так сказать, в большом масштабе. Его приготовили у нас. Ты в материале, бро. Да. Ты конкретно в материале. Слушай, нам с тобой тягаться, вот понимаешь, с этими карточками, в смысле. Дальше. Ну, я так что, так что я думаю, сори, я могу только предполагать, это 16-й. Мне кажется, ты обманываешь нас, потому что ты знал. Это ведь реально 16-й год. И это впервые вообще в нашей истории, в истории нашего шоу, когда на первом челлендже не сыпятся герои. А, все закончилось. Челлендж первый закончился. И сейчас тебе нужно будет выбрать жертву. Выбирай. За чего вы боитесь, вы видели? Вы видели, как он про плов отвечал, чего бояться? Он за это все. Да. Давай, кого? Сабину, я сказал. А, Сабина, выходи к нам. Тоже помнишь по имени? Я знаю. Иди за ширму, там тебя ждет наш. Банклуб московский. Это лучший селезень Москвы, обладатель звания селезень 2016 и желтый клюв 2005, Фил. Давай посмотрим по сторонам, что мы видим. Камеры. Камеры, так, раз. Диски, имена, платино, потолок. Больше ты ничего не замечаешь, Олег. Мой фан-клуб. Больше ничего ты не замечаешь, Олег. Ты, одежан. Смотри, одежан. Хорошо. Ну и, конечно же, вот задание. Я тебе сейчас расскажу задание. Это же твои слова песни. Я искал на ощупь душу, нашел силикон. Прощай, малышка. Ты клон. Это твои слова, правильно? Все верно. Смотри, ты эксперт в поиске души и всего вот этого. Что тебе предстоит? У меня в этом кармане раз перчатки, Олег. Я понял. Два. В другом кармане у меня повязка для глаз. Закрытыми глазами. Видишь, люди в масках и без масок. Те, кому, видимо, бояться нечего. Я не знаю, почему. А, те, кто замужем и нет, наверное. Смотри, тебе нужно потрогать грудь каждой девушки. И на ощупь определить, где силикон, а где натуральная грудь. Готов? А что больше, если я откажусь, что с Сабиной будет? О, что будет с Сабиной. Кошмар. Это мат? А, стой, если я откажусь, что будут делать они? Да, да. Ты можешь передать это. Я передаю. Точно, да? Севара. Вот, вот и ответ на первый вопрос. Все? Нет. Идешь сюда. Ищем. Сев, напоминаю, ищем силикон. Ищем силикон. Так. А мне сразу говорили? Нет, нет, можешь проанализировать. Есть время. Ты помнишь, как Олег долго вспоминал про плов? Это то же самое практически. Ну, как бы зрительно бы мог определить. Аккуратней. Это моя жена. Еще раз. Спас. Ты все потрогал, а можешь сказать мне, я отвечу. Там один силикон. Одна грудь силиконовая, другая натуральная. Сейчас так делают в Москве. Прогничек погонять. Четвертая. 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 Раз, два, три, четыре. Это значит, что мы вы угадали, да? Ура! Абонисменты! И снова фанат. Спасен, становись, пожалуйста. Слушай, круто. Поздравляю. Поздравляю. Технично обошел все эти. Выбери жертву, пожалуйста, еще одну. А по двое можно? Да нет, лучше... А можно по двое? Ребят, можно по двое? Ты нас ставишь в трудное положение. По двое можно? Да давай можно по двое. Да можно. Хорошо. Ты прям вабанг пошел. Решил рисковать максимально. Ну, в принципе, мне хватит на шесть раунда. Идите, пожалуйста, девочки, за ширму. Там вас, как всегда, ждет селезень, каратель. Своё дело он знает. Меняют каждый раз, да. Все шесть челленджей меняют содержимое утки. Иногда там реально содержимое утки. И лоток, и содержимое. С недавних пор каждый, наверное, второй россиянин знает, что хлопнуть бургер за здоровье – это дело святое. И тебе, конечно же, сегодня предстоит тоже это сделать. Во-первых, хлопнуть бургер за каждого из участников Black Star. Ну, не за каждого, но почти за каждого. И самое главное в этом челлендже тебе будет выбрать тот самый бургер. Угадать тот самый бургер. Мы подготовили шота из бургеров. Это реально шота из бургеров. Мы их перемололи в блендере и разлили по шотам. Ты сейчас хлопнешь бургер. Я только что сок выпил. Тебе нужно будет хлопнуть бургер за участников Black Star. И самое главное – угадать, где тот самый бургер. Ну, ты понял, какой. Ну что, будешь делать или передашь фанатам? Опять сольешься? Олег, ну это-то ты можешь сделать сам, нет? Ну, фанат ответит. Нет, фанат ответит, если что. Если что, пострадает, если вдруг ты не угадаешь. А, я там же еще угадать. Конечно. Если вдруг ты не угадаешь, пострадает твой фанат, Олег. Почему они так выглядят ужасно? Ну, я не уверен, что это бургеры. Это точно бургер. Точно, точно. Это какая-то блевотина. Ну, как сказать. Ну, теперь мне еще хуже стало, когда это произнесся. Ну, все, Олег, поехали? Поехали. Под ваш обыскмент, ребята. Давай. Оставь чуть-чуть. Давай сделаем так. Бахну бургера за здоровье Юнусова. За здоровье Юнусова. Пошел. Похлопаем, поддержим. Пауза. Охренеть. Какой-то, блин. За здоровье Курьянова. Пашу. Лучше не нюхать, наверное. Лучше вот так. Знаешь так? Ох, сейчас прям Пашу похорошело я чувствую в этот момент. За здоровье Мельникова. Запах наш. Бэкстаровский. В перемолотом виде это просто ужасно. Вот это что? Почему вода? Как бургер может состоять из воды? Это вы что туда воду долили? Ты говоришь сейчас как, знаешь... Или стой, или сначала вы съели бургер, а потом два пальца в рот и... Да, так и было. Просто ты точь-в-точь пародируешь сейчас ведущего контрольной закупки. Как это возможно? Почему он, похоже, состоит из воды? За здоровье Барониной. Давайте заканчивать с этим. Баронина, не чихай! Кстати, я подарил тебе название нового трека. Знал про это? Вообще не очень. Вообще не... Как парень старается? Ребята, давайте похлопаем. Я просто... Как он старается? Ты делаешь нам контент, Олег. И ломаешь себе карьеру. И желудок. По запаху... Вот это наш. Вот этот ваш, где... Мод. Где мод. Митя знает, он разливал. Эти шоты. Неужели он опять угадал? Нет? Это прогреш! Но мы не очень этому рады. Вот этот был ваш. Готовы скандировать? Начинаем на счет три. Раз, два, три. Раз, два, три. Это топинги какие-то. Мороженое с топингом, Олег. Гаденькое, но... А, еще сверху что-то. Но не самое жесткое, что было в этой ванной, Олег. Я тебя могу успокоить. Не самое плохое. Простите, честно. Простите и спасибо. Челлендж номер четыре. Аплодисменты. Олег, давай традиционно выбираем жертву. Хотите реально вдвоем? Давайте идите, Гуляна. Ваше не останется. Выходите сюда. Микрофон, микрофон, микрофон. А делать вид на касси больше. Ой, я так держу себя сама. Давай. Как вы, как думаете, чем вас обольют? Чем-нибудь сладким. И невкусным. Ну, вот и посмотрим. Идите скорее туда за шерму. Все люди ждет вас, встречает. Он, напоминаю, очень любит людей. Олег. Да. Смотри. Давай вот порассуждаем. Давай. Что тебя отличает от большинства, от большинства артистов? Не от всех, но от большинства. Артистов Black Star. Я на самом деле про растительность на лице говорю. У тебя меньше, определенно, меньше всех растительности на лице. Предлагаю исправить эту ситуацию. Смотри, у меня есть вот такая насадочка. Это как бы основа под усы. Твоя задача в чем будет заключаться? У девочек срезать немножечко волос и насобирать себе на усы. Если получается, твои фанаты не пострадают. Если плюс-минус у тебя там что-то не срослось, уж извини, не срослось. Как бы каламбур. Каламбурятие. Правила игры такие же? Правила такие же, да. Просто клеишь сначала основу себе под нос, чуть-чуть сотрягаешь волос у девочек. Окей, а фанат ответит? Делаешь усы, может и фанат ответит. Фанат ответит! Вот так вот. Главное сделать сам. Как я каждый раз тебя уговариваю. Настя, да, будет делать? Да, Настя будет делать. Ну, Настя усы нужнее. Как вы видите, да. Хорошо. Так, Настя, ну выходи к нам. Так, давайте. Так, ну ты поменьше, да? А честно, человеку не жалко. Ну, на, там, сантиметров. Вообще не жалко. А не смысл? Это че? Это очень много. Маленький кусочек, бери. Стоп нормальный? Да, больше бери. Да, достаточно, достаточно, это же усы. Нужно у всех же брать. У всех? Да. 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 Смотри, от чего ты отказался, Олег? От каких волос ты отказался под носом? Я только там побрился, чтобы их... Примерно столько же и было там волос. Слушай, возьми мои тоже. Давай, возьми. Серьезно, не надо. Апотик? Я чечу. Ну ты щедрый. Давай. Олег, вот это самоотдача, понимаешь? Давай. А тебе по контракту можно? Ничего, если клок твоих волос выйдет из лейбла? Важно. Если бы знал заранее, я просто что-нибудь сегодня сбрил бы, принял. Так, хорошо. Давай поедите. Сол. Лукашенко. Так. Давайте. Будет держаться, нет? Ну прекрасно! Аплодисменты! Аплодисменты и челлендж выполнен! Мягко пока идем, да, судя по фотографиям? Мягко-мягко. Ты знаешь, каким-то чудом вообще мы добрались до пятого челленджа. Понятно. И я думаю, это заслуживает аплодисментов. Давайте, прохватываем. Олег. Выбираем жертву. Все как обычно. Селу? Опять? Ты хочешь ванну? Нет. Давайте Селу. Ну если Селу хочет, почему нет? Мы с тобой уже знакомы. Обходя наш допрос, просто иди сразу к селезню-карателю. Прозрите там ванну, чтобы она не испачкалась. Уже зря. Смотри, у тебя есть бенгер твой, да, который называется домофон. Мы предлагаем тебе выйти на улицу, пройтись по ближайшим домам. Здесь их очень много, это спальный район. Позвонить в домофоны и цитируя свою песню прям по строчкам, пока тебе не откроют двери в трех квартирах. Вот такая задача. Если справляешься, фанат выходит оттуда сухим, если не справляешься, то, соответственно, фанат пострадает. Давайте, давайте две ульяны. Все, две ульяны? Да. Звучит тоже, знаешь, как номер какого-то авторитета. Две ульяны, три семерочки, две ульяны. Мы готовы. Выбирай квартиру. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос трубки домофона. Дальше. Дальше, дальше, я слушаю. Привет, зреших планет! Я твой марсианин, что благодаря лишь тебе после стольких скитаний. Оброс удобно на земле, снимай одежду и скорее и иди ко мне. Я был сегодня на дне, там царствует суета. Не, Петя, это не твое. Че-нибудь другое спой. Твоя мама говорит, что нам не по пути. Да я понял, че там моя мама говорит. Давай дальше. Дальше нет слов. Грустно, досадно, идем дальше. Я был сегодня на дне, там царствует суета. Я жил как будто во сне, пока не встретил тебя. Я далеко не эстет. Ура! Ура! Это есть! Он звонит. Твоя мама говорит, что нам не по пути. Когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Твоя мама говорит. Мы пытались. Какая у вас квартира, подскажите, пожалуйста. Зачем тебе это? 199! Тут такой нету. Песенку хорошую, пожалуйста. Сева, мы не хотели. Сева, прости, пожалуйста. Мы реально не хотели. Мы искренне прости. Сева, прости. Олег, вернулись девочки. Они звонили в домофоны. Подходите к нам. Сюда подходите. Остановитесь здесь. Мы очень сильно старались. Нам даже скажут, что петь это не наше. Это прям было... Ну, Олегу тоже говорили не раз. Нам два раза сказали это. Много раз. Мы очень были расстроены. Мы обижали все квартиры, Сев. Какой-то мужчина с окна выглянул, сказал на свою квартиру. И нам открыли всего один раз. Сева, прости. Раз, два, три. За меня. За меня. За меня. Что это? Это каша. Это яичная лапша? Молочная. Молочная каша. Сева, прости. Сева, прости. Но, Олег, вот так. Вот так. Итак, шестой челлендж. Олег, шестой, шестой, шестой челлендж. И давай убирать жертву сразу, с хода. Корит тебя? Или просто делает вид Света? Свет, иди к нам скорей. Иди к нам. Готова пострадать за Олега? Да. Звучит очень страшно. Беги. А ведь не заслуживаю. Да, да, да. Беги за ширму. Искренне не заслуживаю. Да нет, брат, ты себя недооцениваешь. Ты заслуживаю. Шестой челлендж непростой, потому что здесь ты не можешь передать свое задание фанатам. Что там, Олег? Что? Я бы смотрел шестой челлендж, насколько все страшно. Здесь его нет. Как бы у всех людей разные челленджи. Я что-то понимаю. Мы по каждому артисту придумаем свой. Смотри, тебе нужно будет позвонить трем артистам. Давай я тебе прям зачитаю. Это сложное правило, чтобы ты понимал. Необходимо позвонить трем бывшим артистам лейбла Black Star и попросить совета, как лучше всего покинуть лейбл. Кому ты будешь звонить? Егору Криду, Ливану и Кристине Си. Хотя нет, подожди, знаешь, это очень много, я считаю. Давай ты позвонишь одному артисту. Егору Криду. И спросишь, типа, ну, Егор, тут хочу слиться с лейбла. Как лучше это сделать? Если звонок Егору не удастся, по каким-то причинам тебе нужно будет опубликовать пост, где ты отменишь Егора и спросишь у него все то же самое. Не поверишь, только сегодня Крид приснился. Вот, неспроста. А ведь сегодня же с четверга на пятницу, Олег. Потому что ты вещь и Олег просто. Да, да, и это тоже, конечно. Смотри, вот, Егор Крид, номер. Можешь набрать. Я считаю то, что это неуместно. Просто звонишь? Нет, мне очень хочется выиграть, но я считаю то, что этого не стоит делать. Думаешь, мы переборщили? Думаешь, мы переборщили? А, нет, мы не переборщили. Мы знали, на что жили. Мы просто хотим просмотры. Это контент, Олег. Нет, вы не переборщили. Мы не переборщили, просто я не могу это сделать. Вот и все. Хорошо, я вижу по твоим глазам, что я сейчас выгнил сморозил. Нет, я реально просто взвешиваю все за и против. Ну, больше против. Не стоит, да? Не стоит. Ну, это твое право. Давайте похлопаем еще раз Олегу и пойдем смотреть на казнь фаната. Прости. Здорово. Ты готов? Все, давай, бро, действуй, ты профессионал. Мы в тебя верим. Подождите, помните, да, что нужно скандировать? За Тернового. Да, за Тернового. Вот так вот. На счет три. Три, два, один. Давай, бро. За Тернового! За Тернового! Киселек. Мне каждый раз так неловко на это смотреть, честно. Но какой-то ему нить вот вырабатывается, это страшно. Стоп, стоп, аккуратно. Все, ты бежать уже сразу. Вкусно, Фил? Фил говорит, вкусно. К моему сожалению, конечно, нужно сообщить, что ты проиграл, но держался, ты круче всех. Поэтому я тебя поздравляю. Спасибо. Это было реально круто. И по нашей традиции теперь нам остается сделать только совместную фотку. Обычно, получается, те, кто проиграл, поднимают, гости, которые проиграли, поднимают своих фанатов на руки. Теперь сейчас нужно будет поднять какую-нибудь из девушек на руки и сделать совместную фотографию. Идите к нам скорее. Мы повеселились, кого-то облили, кого-то что-то. Мы пытались выполнить задание, у нас не получилось. Сева, прости. Я безумно благодарна Олегу, потому что в первом раунде он меня спас и даже ответил на вопрос про плов, хотя я уже была готова, что на меня сейчас что-то польется, но он меня реально спас. Спасибо вам большое. Вышел даже лучше, чем я предполагала. Все то же самое. Олег самый крутой, и я очень его люблю. Олег, да, очень крутой артист. Даже несмотря на то, что он проиграл, все равно всегда для нас победитель. Олег мне понравился, говорил умные, классные вещи. Я думаю, что я послушаю чуть больше, чем одну его песню и буду любить его дальше. Я горжусь Олегом, потому что сегодня мы работали как одно целое. Он старался помочь нам, а мы старались помочь ему, и поэтому у нас все получилось. Мое мнение об Олеге не изменилось. Он для меня остался таким же понимающим. То, что он реально Терри.